Транспорт вновь подорожает. С 1 апреля стоимость проезда в Ивановском троллейбусе вырастет и составит 18 рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Владимир Шарыпов. Индексация цены билета происходит почти ежегодно. За муниципальным транспортом поспевают частные перевозчики. Стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси регулирует Департамент энергетики и тарифов. Напомню, что последний раз этот тариф пересматривался в 2016 году и с 1 июля 2016 года действует в размере 19 рублей за поездку. В настоящее время Департамент производит сбор необходимой информации для решения вопроса о пересмотре данного тарифа. На сегодняшний день необходимого объема информации в Департаменте недостаточно. Решение о пересмотре тарифа на городском автомобильном транспорте не принято. Впрочем, начальник Департамента Евгения Морева отметила, что в ее ведомство поступила заявка об индексации тарифа от крупного перевозчика, который обслуживает более 70% маршрутов. Это значит, что, вероятно, ивановцы в скором времени будут платить за автобусы и маршрутки больше. К сожалению, подорожание проезда вряд ли повлечет за собой повышение качества транспортных услуг. Я живу в отдаленном районе на улице Некрасова. Вечером совершенно туда не добраться. Десятка маршрутка очень плохо ходит. И вообще практически ее нет после девяти. Добраться невозможно. Наверное, маршруты более продуманы. Потому что маршруты в городе не продуманы. Вот недавно у меня приезжали из Питера девушки. Они ужасно мучились. Потому что с одного конца в другой очень сложно проехать. Ну, конечно, лучше, если бы троллейбусы почаще мыли. Вот сейчас вы видели, поехал какой грязный. Ведь как бы не было на улице, но в каких-то городах и странах это делают. Там автобусы чистые. Потому что это влияет даже на каком-то подсознательном уровне, когда стоишься в грязный автобус или чистый. Понимаете? Конечно, за этим они должны следить. Но то, что на рубль подняли, это не смертельно, в принципе. Некоторые маршруты заполнены маршрутками, а некоторые нет. То есть очень большие провалы по движению транспорта. И вообще, наверное, структуру транспорта менять надо. Потому что как-то это все хаотично организовано. Большие автобусы, маршрутки. Кто как хочет, тот так работает. Что же до повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, то 1-2 рубля, по мнению горожан, не сильно ударит по карману. Хочется, правда, чтобы цена соответствовала качеству. В первую очередь жалуются на водителей, которые частенько нарушают правила, а порой нагло хамят пассажирам. Ну, безусловно, водители должны аккуратнее водить, потому что иногда просто невозможно даже стоять нормально, держаться за поручни. Все сносит. Водители курят в кабине. Это ужасно. И куда жаловаться, я не знаю. И на межгородских этих... Это вот как-то надо искоренять, соблюдать закон. Все. Иногда нарушают правила дорожного движения водителей автобусов, маршрутов, например. Часто перестраиваются в другие ряда, мешая другим водителям. Желательно повысить класс водителей. Они, по-моему, работали раньше на грузовом транспорте, а не на пассажирском автобусах. Тише едешь, дальше будешь. Это золотое правило. Давно пора выучить ивановским водителям. В сводках ГИБДД еженедельно появляются данные об авариях с участием общественного транспорта. К слову, стоимость проезда в нашем регионе ниже, чем у соседей. По крайней мере, пока. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ, Иваново.